Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем видео в канале. И сегодня я хочу начать серию видео про винтажные украшения. Честно говоря, в планах снять не только про винтаж, потому что вы знаете, что у меня просто безумное количество серег, подвесок, колец. Я это очень сильно люблю, но сейчас я смотрю не только в сторону чего-то нового, современного. Вы знаете, что у меня много украшений от бренда Сваровский, про который мы тоже поговорим. Но и в последнее время я так конкретно подсела на винтажные украшения, конкретно винтажные украшения от шоу-румов и непосредственно самого eBay. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам о бренде Givenchy, показать вообще, какие украшения они раньше делали, чем они славятся и насколько сейчас это вообще актуально, актуально ли вообще. Поэтому оставайтесь, пожалуйста. Если вы еще не подписаны на мой канал, то я вас убедительно прошу это сделать. Написать комментарий, поставить колокольчик. Это все очень помогает продвижению. Не будем затягивать. Давайте приступим к такому небольшому интересному приключению в мире винтажа. Последнее время в моем сыночке украшений появляется все больше винтажных позиций. И на самом деле мне вообще не хочется останавливаться. И я решила, что самое время вас познакомить с ними и рассказать вам о брендах. Как я уже сказала, сегодня будет представлен бренд Givenchy. Я уверена, что вы все слышали о нем, потому что он и сейчас на слуху. Они выпускают прекрасную одежду, коллекцию аксессуаров, сумок. То есть это бренд, который сейчас продолжает свои традиции. Но тогда, конечно же, украшения были немного другими. И для меня даже было немножко сюрпризом, что винтажные украшения Givenchy можно купить не за, не знаю, тысячу и две тысячи долларов. Хотя, конечно, здесь нужно оговориться, что Givenchy, так как это high brand, бренд класса, люкс, скажем так, то у них, конечно же, представлены разные линейки. И если мы говорим о каких-то подиумных коллекциях, то винтажные украшения будут невероятно дорогие. Обычно это такие просто очень массивные колье, в которых представлена тематика бренда, логотипы бренда. Но есть такая особенность, что если вдруг вы когда-нибудь засмотритесь на такие винтажные массивные украшения, имейте в виду, что раньше украшения были невероятно тяжелыми. Поэтому вся эта подиумная коллекция Saint Laurent, Givenchy, Dior, они просто очень массивные. И мне кажется, что в жизни это смотрится красиво. У меня тоже есть массивные украшения. Но мне кажется, что просто невероятно сложно с такими огромными украшениями ходить. И действительно, они достаточно тяжелые. И протоцины, и Вене очень часто прям пишут, что, ребят, это heavy, это тяжело. Поэтому там зачастую они вес указывают, чтобы вы были готовы. Поэтому сегодня у меня будет не подиумная коллекция, а коллекция, которую, наверное, могли позволить себе буквально все, кто в то время жил, кто в то время творил и мечтал. Поэтому давайте посмотрим на мои серьги. Сразу скажу про ценовой диапазон. Ценовой диапазон серег вот именно этой непосредственной линейки примерно там доходит от 200 долларов. Но зависит, конечно же, от того, в каком они состоянии. То есть, если это новые серьги, они могут стоить 200-250. У меня уже были серьги, которые были в эксплуатации. И мне кажется, в этом и есть какой-то такой шарм винтажа, когда ты находишь уникальные позиции. И в хорошей сохранности прям, не знаю, ты получаешь, открываешь упаковку. И настолько, настолько всем этим наслаждаешься. Давайте уже приступим к украшениям. И я вам сразу скажу, что все они приблизительно одного периода времени. Это 80-е и 90-е годы. Поэтому в целом по тематике, по какому-то дизайну, они, мне кажется, немножко похожи друг на друга. И вот все это мне невероятно-невероятно нравится, потому что, правда, очень-очень симпатично. Первые сережки, которые я хочу вам показать, это такие невероятно милые, нежные и в то же время очень заметные серьги, которые прекрасно подходят как под какое-то романтичное платье, которое сейчас на мне представлено, так и под какие-то современные аутфиты. Мне очень нравится носить это с твидовыми жакетами, с, не знаю, алкоголичками. То есть, это все смотрится очень симпатично. Но, конечно, за счет такой достаточно крупной ставки жемчуга больше в такую романтичную историю, да? То есть, блузочка, пиджачок. Не совсем спортивная тематика здесь присутствует, но вот очень все романтично и мило. На самом деле, такого дизайна сережек очень много у различных брендов. По-моему, я даже видела Christian Dior похожую модель. То есть, видимо, тогда была тенденция на какие-то жемчужинки и на цепочки по их диаметру. Здесь мы видим жемчуг. Я думаю, что это искусственный жемчуг, прямо процентов на 90, я, к сожалению, не проверяла. Но выглядит просто невероятно. Говоря о сохранности жемчуга, он просто в отличном состоянии. Здесь нет ни царапок, ни сколов. То есть, жемчуг сохранился очень хорошо, потому что, на самом деле, при транспортировке, и вообще при хранении таких винтажных украшений, жемчуг в первую очередь страдает. Потому что, если это плохо окрашенный пластик, просто он может, да, покрытие слезть, может тут поцарапаться, и вот сложно действительно их доставлять. Здесь просто все в идеальном состоянии и выглядит даже вот очень-очень жемчужно. То есть, ну, это навряд ли настоящий жемчуг, но прям очень хорошо. И по краю жемчужинок у нас пущена такая небольшая, как будто бы цепочка, да. К слову, многие винтажные украшения тех времен, они были позолоченные. Здесь я не думаю, что это позолото, но, тем не менее, тоже сохранность покрытия очень хорошая, и даже какая-то реставрация этих серег мне не потребовалась. Смотрится все очень нежно, очень мило. Здесь, между прочим, какие-то две фактуры металла. Здесь один металл с такими вкраплениями, да, переплетениями, и второй просто глянцевый металл. Есть небольшой минус у этих серег сейчас, что здесь у нас образовалась патина. Это такая, вот знаете, возможно, вы видели на винтажных сережках, на старых серегах, которыми вы не пользуетесь. Это такие зеленые вкрапления, это когда окисляется металл. На самом деле, можно, конечно, задаться этим вопросом и заняться профессиональной чисткой, либо непосредственно, я видела, что, да, там, и мне советовали, что патину можно удалять зубной пастой. Мы тоже, возможно, с вами это посмотрим, проверим. Но, так как это, знаете, вот в таких вот маленьких-маленьких переплетениях цепи, я думаю, что жертвовать сережками рисковать не стоит. Потому что, во-первых, я не очень понимаю, как поведет себя вот этот, да, скажем так, искусственный жемчуг, при том, что мы начнем его вот чем-то тереть. И, во-вторых, когда мы очищаем патину, часто бывает так, что у нас остаются непосредственно такие изменения на металле. Серьги очень красивые, очень нежные. Мне они просто невероятно нравятся. Давайте уже их примерим, посмотрим, как они вообще смотрятся. Обязательно, если вы заказываете винтажные украшения, я их прям так потом полноценно мою, обрабатываю спиртом. Конечно, понятно, что все они проходят дезинфекцию перед тем, как их продают, и они попадают в наши руки. Но лучше позаботиться и, конечно же, дополнительно все это обработать, чтобы у вас не было каких-то переживаний. Несмотря на то, что серьги достаточно массивные, я, когда, честно говоря, первый раз их надела, я подумала, что, наверное, мне будет сложновато. Потому что они тяжелые, и я думала, что жемчуг будет перетягивать сережку вниз, и будет все это выглядеть так достаточно опущенно. Но все в порядке, моя мочка ухо справляется. И все, по-моему, прям очень замечательно смотрится, ничего не оттягивается. И прям очень симпатично дополняет образ. Как я уже сказала, мне чем нравится история с золотыми серегами, что, во-первых, они очень хорошо гармонируют под цвет моих волос. И мне кажется, что в целом, да, вот такое вот сочетание жемчуга и золото очень красиво смотрится и с волосами моего типа, и с более темными волосами, потому что это такая очень благородная история, которая, ну, нередко тебя украшает. Но, опять же скажу, немножко меня как-то приземляет какая-то классическая история. Возможно, я просто не экспериментировала, и стоит попросить что-то новое. Вот. Но мне прям невероятно нравится, а какое-то прям такое романтическое настроение. Круто. Они очень комфортные. Как я уже сказала, они не оттягивают ухо. Мне с ними удобно ходить. То есть, бывало, что я и на целый день с ними выходила на прогулку, и все в порядке. Я не чувствовала какую-то усталость в ушах, я не чувствовала, что мне нужно что-то снять. И что больше всего мне нравится, как эти серьги, так и непосредственно следующие серьги, которые я вам покажу, это, опять же, повторюсь, это серьги. Потому что мы знаем, что раньше были очень популярны клипсы, и зачастую я сталкиваюсь с этой проблемой, что мне нравится как модель сережек, да, мне нравится дизайн, но я понимаю, что с клипсами дело может обстоять худо. Конечно, все очень индивидуально, и там первое время вам может быть тяжело ходить в клипсах, потом вы привыкнете, но зачастую сережки тяжелые, как мы с вами уже обсудили, потому что они какие-то красивые, невероятно такие массивные и заметные, и, конечно же, привлекают взгляд, и хочется заказать им какие-то такие большие серьги. И вот в формате клипсы это прям мучение, потому что даже сами производители, они всегда советовали, что через 3-4 часа нужно снимать клипсу и массировать вашу мочку уха для того, чтобы кровь поступала. Многие мне говорят, чтобы я не переживала, что, конечно же, ко всему привыкаешь, но мне как-то вот формат сережек более, не знаю, более привычный. И клипсы можно потерять. То, что я тоже помню, что когда-то там примеряла что-то такое старое и еще более винтажное, чем на мне, а у бабушки это все падает. Ну, в общем, клипсы не пробовала. Если, кстати, у вас есть какие-то старинные серьги в формате клипс, напишите, пожалуйста, как вам удобно или нет, потому что меня пока смущает история, хотя я видела очень много невероятно каких-то красивых по формату вещей, которые можно было бы попробовать. Ну, что можно еще сказать про эти сережки? Мне кажется только то, что они просто, ну, невероятно очаровательные. Напишите, пожалуйста, ваше мнение и главный вот такой вопрос, который будет идти красной нитью. Мне очень хочется показать вам, что винтаж это не про что-то старое, это не про что-то несовременное. Мне кажется, что вот эти серьги, они могут составить конкуренцию буквально любым сережкам, которые вы приобретете за, там, 7-8 тысяч рублей непосредственно в каком-то шоуруме. Но понятно, что и здесь, да, серьги у меня стоили порядка, там, 80-100 долларов, но мы понимаем, что это бренд, мы понимаем, что это винтаж и что это то, что там можно потом действительно и по наследству передать и в целом приятно носить что-то качественное. Когда мы говорим о покупке в шоурумах, здесь уже вопросы, да, откуда это все и как это все производилось. Вот здесь хороший сплав металла, и мы в целом видим, что если покрытие, там, по истечению сколько, там, больше 20 лет такой сохранности, я думаю, что еще очень долго, ему не будет требоваться ремонт, но даже если будет, то можно будет все это пистик ювелировать, нести какое-то либо посолочное покрытие. И давайте еще мы с вами поговорим о заднике, потому что, мне кажется, это тоже интересно. И здесь, конечно, все тоже очень симпатично сделано, очень качественно. Здесь мы видим, что у нас такая фирменная отделка Givenchy. Кстати, каждый бренд, он практически одинаково выглядит с задней стороны. То есть ты, если будешь смотреть, ты со временем поймешь, что вот эта история про Givenchy, это история, не знаю, про Avon образом, да. И здесь у нас выгравирован логотип. Важно, когда вы покупаете что-то на eBay, то обязательно запрашивайте, пожалуйста, то, как выглядит задняя панель непосредственно ваших серег или браслета, потому что это очень важно. И по маркировке можно понять, насколько вообще-то оригинальная продукция. Вот. Но сильно не загоняйтесь, потому что многие сереги винтажные, они не маркировались. По свою роль еще играет осмотренность. И вот по этим сережкам, если вы на них посмотрите в жизни, ну, здесь видно, что действительно эта история старая, что это история 70-х, поэтому, конечно, здесь никаких вопросов о том, насколько подлинный или неподлинный этот экземпляр является, они и не возникают. Ну, и непосредственно, если разглядеть, да, внутри маркировку, то здесь все видно, что с этим сережкам все в порядке, и продавец, конечно же, нас не обманывал. Но и такое тоже встречается, поэтому проверяйте, смотрите и убедитесь, что это точно то, что вам продают, иначе купить, конечно, подделку было бы не очень приятно. К слову, вы скажете, а что тогда подделывали сережки? Тогда не особо подделывали. Тогда, знаете, они скорее даже продавали свои патенты и производили, например, там, серьги Dior, не маркируя их, и это, наоборот, такая обратная история, что у тебя могут быть серьги, которые производились тоже для Dior, но это не будет логотипа Dior. Такая история была тогда развита, и непосредственно сейчас дорогие серьги, например, вот как раз-таки Chanel Dior, то есть именно с логотипами, они сильно подделываются, но там прям, вы знаете, вот прям сразу понимаешь, потому что ты, когда открываешь коробку, ты видишь, что это, ну, серьги, которые были сделаны вчера, позавчера, ну, то есть там вообще как бы винтажем и не пахнет, и, кстати, винтажные серьги, они пахнут, то есть я не могу сказать, я, конечно, их тоже там уже и духами продезинфицировала, но у них такой просто вот старинный запах, то есть запах такое старинное украшение, поэтому здесь, конечно, мне кажется, вот если вы там пару серег винтажных потрогаете, посмотрите, уже поймете, когда он пришлют какую-то там подделку, которая сделана была вчера в Китае, вот, поэтому давайте приступим к следующему украшению, посмотрим и сравним. Следующие серьги, о которых мы с вами поговорим, это также серьги от бренда Givenchy, как мы уже с вами обсудили, но здесь уже дизайн немного другой. Такое плетение называется либо корзиночка, либо просто, да, вот плетеный дизайн, и непосредственно они тоже очень милые, очень нежные, и также повторюсь, что, конечно, такого плетения было достаточно в то время, и можно найти там бренд по своей ценовой категории, выбрать серьги, которые вам нравятся. И зачастую вот похожие такие же серьги, да, бываются прям совсем у ноу-нейм производителей, и даже в шоурумах его можно купить за тысячу-полторы тысячи рублей, поэтому я советую к такому дизайне тоже присмотреться. Он прям невероятно, мне кажется, красивый, нежный, и очень так эффектно тоже смотрится. Интересная история была с этими серьгами. Я когда их заказала, во-первых, тоже вам лайфхак, может быть, вам пригодится. Из-за того, что глянцевое такое покрытие, я уже заказала, купила и начала паниковать, потому что мне показалось, что я не понимала, это блики или это потертость, что что такое. И зачастую потом во многих серьгах я поняла, что это отображается телефон владельца. Поэтому если вы тоже там пытаетесь разобраться, в какой сохранности вообще покрытия, то в первую очередь, конечно же, коммуницируйте, пишите продавцам. Они суперлояльные, суперответственные, потому что кому я не писала, мне просто моментально отвечают, они высылают дополнительные фотографии по запросу, поэтому здесь, пожалуйста, не стесняйтесь. Вот как у нас на Авито, так же и на Эйбэе. Садимся, пишем и решаем вопрос с вашими серьгами. Вот этих серег жемчужинах было несколько буквально на Эйбэе, а вот таких конкретно от бренда Живаши было много. И можно было выбрать, да, там я хочу новые, там и были новые, кстати, такие, то есть совершенно новые, но они стоили в 2,5 раза дороже. И я подумала, что, ну, не знаю, у меня как бы и ничего, если они будут немножко, немножко потрепанной жизнью, у них своя история, это интересно, и закажем-ка этим. Вот, ну, в целом, там были, например, серьги, у которых покрытие было сильно пострадавшее, и они были дешевле, то здесь вы тоже можете выбрать, исходя из ваших запросов, потребностей и наличия ваших денег. Вот, я выбрала такой средний вариант, среднедопустимый вариант, но состояние у них тоже замечательное, то есть по покрытию здесь все прекрасно, нет никаких сколов или чего-то еще. Я потом, к слову сейчас сложно найти, а вот здесь, вот здесь прям буквально небольшой какой-то сход покрытия, и, честно говоря, мне кажется, что это можно какой-нибудь втирочкой или чем-то даже в домашних условиях заделать. Здесь даже не скол, мне кажется, они когда-то упали, мне кажется, они у владельца упали, и немножко все это пошло, но в целом, из-за того, что это такая глянцевая история, вообще не видно, ну, то есть вот даже сейчас не будет что-то прям присматриваться. Друзья, остановлюсь совсем ненадолго, еще раз напомню, что мне невероятно нужны ваши подписки, поэтому, пожалуйста, если видео вам нравится, если вам интересно то, о чем я рассказываю, то нажмите вот кнопочку, мне это очень сильно поможет. Вот, сзади у нас немножко там покрытие тоже постарело, скажем так, но это не патина. Возможно, здесь была патина, как раз ее очищали, но здесь прям все выглядит очень презентабельно и хорошо. И сзади у нас также присутствует логотип бренда Givenchy, то есть он тоже немножко другой формы, но также говорит о том, что это серьги оригинальные, и с ними все в порядке. Но тоже, вот повторюсь, они, ну, выглядят прям видно, что они достаточно старые, но мне кажется, это не делает их хуже и не говорит о том, что вам нужно с ними распрощаться. Я, к слову, когда начала все мультипликации, когда я начала искать все эти сережки, я подумала, ох, как же жаль, что моя бабушка не любит всю эту историю с украшением, у меня бабушка такая боевая женщина, вот, и я подумала, что было бы здорово покопаться. Возможно, у нее тоже есть интересное, что можно было бы даже как-то себе присмотреть. Но я помню, у нее есть любимые бусы, она всегда в этих бусах. Видимо, тоже нам всем по наследству достанутся, типа, потрясающе красивые бусы, когда бабушки не доедят. В общем, смотрите, эти сережки, они немножко уже другие, но это не делает их, мне кажется, как-то менее привлекательными. Но что могу сказать, что вот здесь мне больше кажется, что это такой расслабленный стиль, свободный. То есть здесь я спокойно представляю себе, не знаю, белую футболку, какую-то джинсовку, что-то еще, рваные джинсы. То есть здесь такая менее обязывающая история. Мне очень нравится, как, кстати, пересекается вот этот цвет с моей брошкой Saint Laurent. Потому что прям очень здорово смотрится. И когда вот я вот в этом массивном мурсайз пиджаке, с этими серьгами, тоже смотрится все очень-очень симпатично. Плетение мне очень нравится. Оно добавляет какого-то объема. Я даже не знаю, какого-то 3D-модель серег. То есть смотрится все это очень симпатично и здорово. Также можно, конечно, убирать волосы. Здесь все зависит от того, как вам больше нравится. Такие сережки массивные, они всегда очень беспроигрышно выглядят, когда у вас, например, не знаю, отсутствуют здесь украшения, когда непосредственно вы просто делаете акцент на ваших ушках. И смотрится все это очень-очень красиво. Они менее тяжелые, чем предыдущие. То есть они такие, сказала бы, более расслабленные. Ты в них себя чувствуешь. То есть здесь все-таки, вот мне кажется, шемчужинка, она достаточно тяжелая. Они более удобные, но тем не менее тоже достаточно массивные. Но держатся потрясающе, очень хорошие заглушки. Я тоже их обработала, помыла, все эти обряды совершила с ними и решила оставить. Сереги очень удобные, очень комфортные и, не знаю, ну вот мне они невероятно нравятся, потому что они какие-то, знаете, массивные и объемные. Потому что у меня было очень много таких больших украшений с Алиэкспресс. Были даже подороже, то есть там не за 100-200 рублей. Но они все равно какие-то плоские. Вот как объяснить вам, я даже не знаю. То есть там видно, что очень дешевый металл, и они выглядят дешево. Здесь они выглядят прям капитально и здорово. И что мне самое главное нравится, что они выглядят современно. Я не знаю, мне кажется, что они выглядят просто замечательно и подходят буквально под любой образ. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть возможность купить винтажные украшения, посмотрите, и я уверена, что вы найдете что-то вообще прям невероятно красивое. К слову, вы, наверное, можете спросить, что Даша, что же нам делать? Эбейт не возит к нам? Эбейт не работает? Да, я полезна на Эбейт, потому что в целом у меня такой характер, что я люблю. Вы найдете первоисточники или покопаться, потому что там будет больше вариантов, там будет дешевле. Но в Инстаграме просто невероятное количество магазинов проверенных, которые действительно продают не какие-то подделки, а винтажные украшения. Они также закупали их в Эбейт. Я не знаю, как сейчас будет у них закупкой, но поверьте, там огромное количество того, что еще есть в наличии. И посмотрите, пожалуйста. Я обязательно приложу ссылочки моих любимых интернет-магазинов, в которых тоже есть бренды. Да, они будут немного дороже, да, это будет более ограниченный выбор, то, что вы купили для вас девчонки и мальчишки. Но, тем не менее, даже сейчас, находясь в Москве, в любом маленьком и большом прекрасном городке нашей страны, можно что-то заказать, и вам быстро и оперативно придет. Тем более, из наличия. Это очень приятно, потому что это там за буквально три-четыре дня до вас доберется с Эбейт и ждешь неделями. Вот. Поэтому уберите тапки, если вы готовы были меня закидать и мне сказать, что Даша Эбейт не работает в Большой России, пожалуйста, не рассказывай, мы уже хотим, но не можем заказать. Нет, друзья, приложу ссылочки, посмотрите, и уверена, что найдет что-то себе по душе. Ну и следующее украшение, о котором мы поговорим, финальное, заключительный аккорд буквально нашего обзора, это такая прекрасная цепь с логотипом Жванши. Он у нас несъемный, он у нас здесь на века. Да, вот, смотрится все это очень красиво, просто какой-то невероятно красивый чокер, потому что, видите, у него достаточно короткая цепочка, но мне кажется, делает его более современным. К слову, недавно у Диор была похожая коллекция, да и сейчас, вот эта вся история Жадор-Диор, и тоже все смотрится очень-очень современно и красиво. Я думаю, что многие из вас уже задумали, что это похоже на Гуччи или на что, или на Шанель вообще, но очень интересно, интересный факт, что Жванши одни из первых начали использовать логотип как историю монетизации своего бренда. И именно Жванши начали вот лепить кольца с логотипами, серьги с логотипами. Я когда выбирала себе сережки, было просто огромное количество серег, где просто вот, да, вот логотип Жванши, и тоже все это очень симпатично смотрится, но мне как-то хотелось наоборот, чтобы никто не знал, что это Жванши, чтобы я знала, что мне приятно было. Вот, но вот серьги хотелки более сдержанные, потому что у меня такой был парижский период, когда я накупила себе рубашек вот с этими северюшами, и мне хотелось что-то такое скромное, аккуратное и очень романтичное. Но здесь я решила отыграться. Решила отыграться и больше не скрывать, что у меня украшение винтажного Жванши. Дома Жванши. В общем, смотрится все это очень тоже красиво. Меня немножечко продавец обманул, потому что он сказал, что он просто в идеальном состоянии, оно действительно в очень хорошее состояние. Но вот здесь у нас такой не карабинчик даже, а... Ну да, вот где карабин у нас пристегнут, здесь немножко покрытие сошло, и они просто серебряные кольца. Это вообще не страшно. Тут цело можно и цепочку полностью заменить, и вообще что-то придумать, и покрасить. Потому что так, конечно, состояние замечательное, ничего не сломано, все работает, замочек тоже работает очень хорошо. И здесь у нас даже, по-моему, две маркировки, да. Это чтобы вот наверняка вы не переживали, что это бренд Жванши. То есть первая маркировка у нас присутствует на таком ярлычке, который у нас, да, рядышком с карабином. И здесь все написано Жванши, Нью-Йорк, Париж, вот вся эта прекрасная история. И здесь у нас тоже на задничке нашего логотипа тоже вот есть Жванши. И как бы если даже в этом когда-то у вас цепочка порвется, и кто-то найдет вашу подвесочку, они узнают, что за бренд произвел прекрасную красоту. Как я уже сказала, оно достаточно короткое, поэтому если вы... Ну вот под многие кофты не совсем подходят, когда там какие-то вырезы такие заковыристые, у меня просто не видно подвеску. Вот, поэтому здесь, конечно, я люблю с открытым вырезом носить эту подвеску, потому что мне кажется, что прям выглядит очень здорово. Мне, кстати, кажется, что у меня достаточно небольшая шея, но вот знаете, прям идеально для меня. Вот, это я к чему? К тому, что если у вас шея больше, чем моя, не могу в сантиметрах вам сказать, но будет не совсем комфортно. То есть вот это та длина, которая прям, мне кажется, вот, ну вот сами видите, да, что если чуть-чуть у меня было шейка побольше, то уже было бы некомфортно. На мне прекрасно смотрится, вот, поэтому если вдруг таких, кстати, подвесок тоже было много на ebay, тоже в разном состоянии, в новом и совсем в видом. Я увидела одну такую подвеску, она была просто вся, без покрытия, вот. Ну, конечно, она была сильно дешевле, чем моя версия, но это прям ее надо ресторрировать, вот. Поэтому если кто-то захочет себе такую подвеску, имейте в виду, что она коротковата. Если это кто-то захочет, напишите мне, пожалуйста, я вам измерю в сантиметрах, в комментариях брошу обязательно, чтобы не было сюрпризов. Но даже если сюрпризы случаются, можно заменить цепочку, либо непосредственно ее удлинить за счет дополнительных звеньев. Ну что, смотрится, мне кажется, просто офигенно. Ну, то есть, это просто очень красиво. И как раз, кстати, вот это украшение я невероятно люблю носить ни с чем-то романтично. То есть, мне нравится какой-то панковский образ за это все вписывать, потому что у меня еще есть, кстати, очень-очень классная подвеска с шипами с Алиэкспресса. Тоже вам потом ее покажу. И я люблю ее носить вот в совокупности с этой винтажной штукой. Потому что мне кажется, что вот она добавляет какой-то, я не знаю, дерзкости в образ. Вот, хотя, тем не менее, она вот хорошо смотрится и под такие, да, романтичные, нежные истории. Но вот это, мне кажется, более такая функциональная вещь, которая прям можно и в пир и в мир. Вот. Мне она очень сильно нравится. Единственный такой вопрос, да, вот по длине. Потому что по длине она достаточно короткая. Но я думаю, что в этом вся ее соль, потому что если бы она была уже чуть длиннее, ну, да, какой-то шар был, пропадал. Вот. Очень в хорошем состоянии. Она просто невероятно блестит. И смотрится, мне кажется, как действительно что-то новое. Единственное, вот, что цепочка выдает, что это что-то старое. То есть она достаточно такая туговата. То есть уже такая, скажем так, давно в применении эта цепочка. Вот. Ну и по ней видно по самому плетению, что это плетение не совсем современное. Вот. Конечно же, это не какой-то драк металл. Это не золото, не серебро. Хотя я уже вам сказала, что многие украшения винтажные, они позолоченные. Поэтому, возможно, тут тоже что-то с позолоченной историей. Но нет специального аппарата, которым можно проверить. Поэтому мы просто верим на слово. Вот. Украшение очень красивое. Если даже что-то пойдет не так, вот, да, с покрытием, которое сзади немножко тоже отсутствует, просто отдам. Мне его прекрасно еще позолотят. И ручку мою позолотят заодно. И буду носить и радоваться жизни. Ну что, дорогие друзья, мои украшения закончились. Вот двое из них вы видите на мне. И вот эти прекрасные серьги просто пойдут мне в карман. Конечно же, я уберу их в сундучок. Ну, вот, мне кажется, что получилось красиво, симпатично, интересно. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. И главное, смогла ли я вас убедить, что винтажные украшения это модно, стильно и круто смотрится в наши дни. Потому что вы можете действительно вписать любой образ. И мне кажется, что они смотрятся более объемными, красивыми и статусными, что ли. Не знаю, когда я приобретаю винтажные украшения, мне просто невероятно как-то приятно. И вот это то чувство, когда ты кладешь в шкатулку это украшение, и понимаешь, что когда же настанет такое время, чтобы надеться. Вот, в общем, очень сильно люблю винтажные украшения. Напишите, пожалуйста, вообще ваше мнение на тему всех этих винтажных украшений. Какое из них вам понравилось больше? Нравятся ли вам вообще винтажные украшения? И согласны ли вы со мной, что они не делают образ старомодным, а наоборот, прибавляют какого-то изыска, пикантности. И, не знаю, делает вас глубже, ваш образ глубже. Мне вот эта очень история симпатична и действительно подходит практически под все. И мне нравится комбинировать с чем-то современным. Вот, проще сейчас у меня кольцо от Сваровски. И несмотря на то, что металл разный, да, то есть это что-то посеребряное, скажем так, что-то позадочное. Вот, несмотря на то, что металлы разные, они все равно, мне кажется, очень гармонируют и симпатично смотрятся. Но здесь, конечно, зависит от того, насколько вы любите всю эту комбинацию украшений. Потому что я обожаю, я вот люблю все на себя навесить и пойти им радоваться жизни. Спасибо огромное, что смотрели это видео до конца. Надеюсь, что оно было вам полезным, вам оно понравилось. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте колокольчики. Это все невероятно помогает в продвижении. Новое видео будет совсем скоро. Я уже немножко анонсирую вам, что посылочка приехала. Здесь у меня две пары серег, я жду еще одни. И расскажу вам про другой бренд уже в следующем видео. Надеюсь, что тоже будет вам очень интересно и полезно. Поэтому, если вы хотите еще больше анпэкинга, если вы хотите еще больше видео про мои украшения, то оставайтесь на моем канале. Новое видео будет скоро, как я уже сказала. И прощаюсь с вами совсем ненадолго. Пока.